Ом, намасте, дорогие друзья, здравия, с вами снова Ярослав Мудрый Воронцов и Академия Успеха на позитивной волне, vedodon.com Сегодня я хочу поделиться с вами таким... Подсказка дня, tip of the day, tip of the day, а мудрость дня, которая помогает больше получать удовольствие от жизни и не расстраиваться, когда есть на то такая возможность. Конечно, чтобы у нас было как можно больше возможностей для хороших событий. И вот одна из таких событий, которые часто происходят в нашей жизни повседневной, это когда вы пошли на рынок, пошли в магазин и купили что-то, то, что вам оказалось потом нехорошее, нехорошего качества. Вас обвешали, вы пошли на рынок, вам не додали. На килограмме 300 грамм свинтили. Или дали клубнику, которая сверху была хорошая, а снизу она оказалась подпорченная, гнилая. И вы, в общем-то, этого сразу не поняли. И пришли домой. Открываете поклонок с клубникой, такие довольные. Вот, сейчас я сяду, вкушу ее. А смотрите, там половина гнилья. И что делать в таких ситуациях? Или недовесили, да? То есть купили килограмм, вроде как бы заплатили за килограмм, а там оказалось там 700 грамм, например. И вот частая ситуация такая возникает у нас в жизни. И что делать в этом случае? Как правило, что там? Люди расстраиваются. И начинаем говорить нехорошие слова о тех людях, которые это сделают. И забываем о том, что, в общем-то, когда мы говорим о других людях так вот плохо, осуждая их, мы тем самым берем на себя карму тоже нехорошую. И это с одной стороны. С другой стороны, можно задать себе вопрос. Это для тех, кто уже более такой продвинутый в духовном плане понимание того, что все есть причинно-следственная связь, и все, что мы имеем, это есть наша карма, скажем так, которую мы заработали. А эти люди просто нам дают возможность, в общем-то, эту карму получить. Получить ее, прочувствовать и действовать в соответствии с этой ситуацией. И от того, как мы будем действовать, будет ли это для нас мотивом для того, чтобы обновиться, что-то поменять, развить себе, сделать выводы. Либо же мы будем просто не понимая, в общем-то, жаловаться на судьбу и говорить, что все хреново, все люди вокруг какашки. Вот. И если вы верите в то, что все есть причинно-следственная связь, то тогда вам легче. Вы уже так продвинутый, значит, человек, просветленный, можно сказать, да? Вам будет намного это легче, понять то, что я сейчас говорю. Если же вы еще не просветленный, я на пути его, то тогда просто то, что я сейчас вам скажу, просто то, что я говорю здесь в этом видео, сейчас дальше скажу, просто примите это как аксиому, вот, ну, над время вот этого видео. И потом попробуйте это применить в жизни. Попробуйте. Ну, не ждите, сразу будет результат, ну, он будет. И если после какого-то времени вы понимаете, что это для вас не работает, ну, тогда просто забудьте, выбросьте и никому не советуйте пользоваться этим. Хорошо? Ну, а сейчас представьте, что вы в это верите, и ситуация следующая. Поскольку все, в общем-то, является причинно-следственной связью наших поступков, сегодняшних и предыдущих наших деяний, то это и приводит к такому результату, который мы сегодня пожинаем. Ну, простой пример объяснения этой ситуации, в общем-то, приведет такое. Например, если вы сидите, окей, вот для водителей, мужчины, вы ездите по дорогам, круто, подрезаете кого-то, нарушаете правила, и, в общем-то, с большим риском создать аварию. Любой человек, который видит такую ситуацию, в которой вы находитесь наверняка, может, не надо быть большим мудрецом, он может сказать, что, «Эй, Вася, ты вот можешь попасть в аварию, окей?» Или тебя штрафуют за нарушение правил, да? И на этот момент ситуация была такова, когда вот вам говорили, она такова. Но если вы вдруг решили исправиться и поняли, что, в общем-то, я осознал, что это не есть хорошо, в общем-то, действительно, может произойти, вы начинаете вдруг уважать других водителей и не нарушать правила, столько, сколько вы их нарушали раньше, то вероятность того, что вас устрахуют, полиция будет намного меньше. Верно? Правильно. Здорово. Вот и так же по жизни. Ну, а если вдруг вы продолжаете все-таки нарушать правила, и вас острофовали, остановили, полиция говорит, «Товарищ гражданин, ваши документы, полисы, страховочные полисы и так далее, по списку пошли», то есть вы, понимаете, попался. И, в общем-то, кого винить-то? Ну, надо понять, кого надо винить, да? Если вы делаете правильный вывод, и у вас гордыня не выше крыши, то вы сделаете правильный вывод, понимаете, что я, в общем-то, сам виноват. И, в общем-то, через этого полицейского вы получаете урок, напоминалку о том, что, в общем-то, да, надо бы как-то притормозить немножко, быть по-моему, более аккуратным, и тогда будет получше все. Окей? Вот так же и в этой жизни я предлагаю относиться к таким ситуациям, когда нас где-то обмешивают, обманывают. Для чего-то это нам, наверное, нужно. Ну, я скажу, что это самый простой способ, чтобы себя развивать. Потому что если я буду говорить, какие они все плохие, ну, что толку, ничего не поможет. Правильно? Ничего не поможет, ты не поменяешь другого человека. Если мы хотим поменять окружение, нам нужно начать с того, что мы меняем себя самого, любимого. Это самый простой. Ну, простой, по сравнению с тем, чтобы поменять кого-то, Васю, да? Попробуй Васю поменять. Окей? Тогда поймешь, что, да, проще все-таки себя начать. Так вот, возвращаясь к этой ситуации, как, в общем-то, быть на позитиве, несмотря на то, что тебя там обвешали, обманули. Давайте подведем итоги. Значит, первое, это понять, что вот то, что я имею, это, в общем-то, вселенная что-то может не рассказать, для чего всегда все происходит. То есть где-то, наверное, может быть, я что-то не так делаю. И мне какая-то возможность понять, что надо делать правильно, что нужно поменять. Ну, порой гордыня нам мешает, сложности. Гордыня мешает, это понять, и не так просто это у нас получается, да? Ну, по мере Вашего просветления, вы просветляетесь, просветляетесь, уже просветленный человек, такой, в общем-то, понимаете, что все есть причинно-следственная связь, все есть карма, так называемая. Особенно в этот период Калиюги, она сейчас очень ускорилась, раньше нужно было ждать ее очень долго, сейчас она ускорена так работает. Так скажем, вчера наследил, сегодня получай результат, дружище, окей? И вот таким прекрасным настроением я понимаю, что, в общем-то, да, что-то я не так. Спасибо тебе, там, дорогой продавец, который меня там обвесил или дал там червивые черешни, абрикосы. Что-то мне в этом, наверное, надо подумать, что-то я делаю не так. Так, это первое. Второе, как бы такой завершающий период, в общем-то, мы же должны благодарить людей за то, что они нам дают уроки, за то, что они нам играют нехорошие роли, в общем-то, чтобы природа своей, это человек-то, каждый человечек-то, это же Господнее создание, Божье создание, в котором в каждом человечке есть душа. Да, душа это любовь. Параматма, вернее, параматма это любовь, частичка Бога, да, душа и параматма. Так вот, в общем-то, пожалев этого человечка о том, что ему пришлось сыграть для меня нехорошую роль, учить вот это быть таким обвешивающим продавцом, подкидывающим, нехорошим, подкидывающим гнилые черешни, в общем-то, отнесясь к нему с чудом сожаления, сострадания, это высшее, ребят, это самое высшее понимание. Но если вы на это уже, если же вы это делаете, то вы просто герой, то есть вы уже супер просветленный человек, окей? Если вы уже можете вот в такой ситуации человека, понимаешь, вызвать чувство у себя сострадания, бедный, мне вот так жалко, потому что ему приходится играть для меня нехорошую роль. Бедный! Сука, вообще, я ему сейчас дам бедного, у меня посмотрите, какой он на меня бедный. Это кто здесь бедный, понимаешь? Обвешивал меня, зараза, я еще жалеть его должен, что ли? Вот если я буду с таким настроением подходить, то я урока не понял, и будут наверняка даваться мне новые уроки по жизни в других местах. Окей? Не понял здесь, сначала дали так, легкий шлепок по затылку, не понял, судьба, тебе дал это не понял. Ну, в следующий раз кувалду дают по голове, может, тогда уже поймешь. Сляжешь на больничную койку и будешь, как, лежать и думать, да, лучше болезнь, это прекрасное время для того, чтобы подумать, что же я делаю не так, знаешь, когда отдыхаешь. Окей? Или тебя сбавляют каких-то там ненужных богатств, золото, бриллианта, цепи золотые, будинки, маэтки, машины, вертолеты, корабли и такие ниши, да? То есть, для чего это все? Ну, чтобы подумать, что же я все-таки делаю не так, что же происходит не так, ой, на самом деле. Так вот, чтобы завершить этот процесс экологично, да, вызывая себе позитивные эмоции, понимая, что, в общем-то, человек работает для меня, бедняк, он старается, он меня обвешивает, он дает мне гнилые чережи, чтобы мне же лучше было, чтобы я же понял, что я что-то делаю не так, да? Да? И вот в этом прекрасном состоянии мы что делаем? Мы говорим человеку следующее, говорим про себя в следующую ситуацию. Так вот, находясь вот в этом состоянии, таком просветленном, очень просветленный, я очень-очень просветленный, я, значит, говорю так, про себя, так, поблагодарить. Благодарю тебя, дорогой, дорогая тетя Маша, дядя Вася, за то, что ты вот дал мне задуматься, возможно, задуматься о том, что что-то я, что-то я, наверное, делаю не так. Сколько мне вот эта зарада пристала, ты мне, как сейчас там, зеркаливаешь, даешь мне возможность таким намеком, маленьким намеком понять, что я что-то делаю не так. И самое простое, что, в общем-то, мне кажется, очень легко, потому что то, первое, такое для очень просветленных, я же сказал, если ты был очень просветленный, то вам это легко сделать. Но если вы еще на пути просветления, тогда просто сделайте так, вот как я начинал делать. Я еще себя не считаю посветленным, поэтому я делаю так. А я говорю так себе, окей, пускай это будет запоману. Для тех, кто не понимает украинский язык, я сейчас самого порой не понимаю. В общем-то, запоману это, пускай это будет ему, как пожертвование, да, благотворительность. О, на благотворительность. То есть, пускай это этому человеку, там, дяде Вася, представляющему, там, дядя Вася, пускай это будет вам на благотворительность. Так, мое пожертвование, вот, для вас, чтобы вам было лучше. Возьмите, пожалуйста, да. Пускай вам будет хорошо. И в своем уме так вот старайся это делать только от чистого сердца. Если ты это говоришь так, как бы с накруткой, от ума, конечно, работать не будет. Хотя это тоже хорошо, если вы начинаете только, скажем, от ума говорить, это не то, что даже, в общем-то, от сердца нет. Рано или поздно просветление придет. И вы уже начнете, в общем-то, говорить от сердца. Ну, главное, с чего-то начать. Хотя, пускай будет сначала от ума. Говорите, говорите, знаете, зазубривайте. Рано или поздно она пробьет, когда просветление придет. И, в общем-то, вы станете просветленным Буддой. Ну, хорошо, не Будда, ладно, Будда. далеко нам до будет конечно в общем то в общем то станет просветленным и тогда вы сможете вот от сердца это сказать и когда вот вы скажете это сердце хотел вот кому-то дать запоману дам человеку там запоману пускай ну на пожертвование да там на пожертвование так сказать пускай будет лучше и можете его еще чтобы сидеть дайте можно как я делал там я говорю цебру пускай цебру за поману там за мою бабку и называет имя бабки че дидека дидека такие инши да или там за кого-то другого человека которому вы хотели скажем каким-то энергетическим способом помочь и говорите там дядь Вася там или дорогой не знаешь имя там дорогая тетя Маша вот пускай это будет представляете эту женщину или мужчину который вас обвесил который сыграла для вас такую роль это там спасибо огромное пускай вот это тоже вы вот это вот эта разница там в цене там 300 грамм черешин это 40 гривней пускай пойдут они вам в качестве пожертвования в честь моей там бабушки такой-то такой-то да вот и вот как бы для меня когда я вот это делал я вот делал так вот то есть я конкретно да пускай это будет за помазу там вот за мою бабушку и от чистого сердца и я я чувствую сразу как у меня вот сердце отпускало то есть одно дело когда у тебя стянули понимаешь да и ты такой елы-палы что за грунда ну несправедлуха такая сейчас пойду разбираться так вот у меня тут свои весы есть понял сейчас вот на моих весах видишь сколько весе понимаешь но когда вот я подумал о том что ей в общем-то пускай этим людям будет это вот моя благотворительность мая мы это сайт взнос в честь поминания моей родной бабушки да на энергетическом плане на все работает не переживайте физически скажем там вы этого не было она не приняла но на энергетике на все работает все зачитал все засчитывается помните что ну вам сейчас нужно просто просто верьте это уже не просветлены просто верьте поверьте это так работает ну а другого выхода у вас нет если другой себе не придумайте а вот этот момент самый лучший хотя бы вот это который хотя бы вас успокоит ну а на самом деле она конечно работает энергетически однозначно для тех людей кто знаком с эзотерикой вы понимаете о чем я говорю ну а те кто очень понимает я сказал вы на процессе просветления угла просветлитесь и тогда вот сказать ой елы пала точно я жла правильно говорил а я то не верил было вот и поделитесь с кем-то еще другие кто таком же состоянии находится неверно и хочет избавиться от этих негативных эмоций негативные эмоции разрушают нас когда мы на кого-то обижаемся держим какую-то обиду злость вы понимаете чем это все заканчивается кай поэтому любите себя таким образом создавая себе приятное настроение думаю о том что вы вот такой хороший человек сделали кого-то благотворительность ну вот пожалуйста остановлюсь этого этапа нашу же больше 15 минут в общем-то надо остановиться ребят рекомендую если вам понравилось пожалуйста дайте другому раскрытие на словах и когда вы это обговорите или дадите посмотреть послушать то тем самым вы если это запомните и вы практикуйте практикуйте посмотрите как она работает для меня работала я делюсь тем что я сам пропустил я думаю что вы видите что разница когда человек горит от ума и когда он горит это сердце и говорю с вами что знаю что это работает окей надеюсь что она уверен что она поработает у вас если вы к этому предложите свои усилия итак давайте подойдем итоги итоги следующие для того чтобы не вызывать не увеличить свою негативную карму когда мы на кого-то обижаемся плеймом говорим вот плохой дядя вася обвешал меня это полкилограмма черешин денег не додал гнилые дала черешни и так далее чтобы не зарабатывать новую карму делаем следующим образом самое первое мы понимаем что все что происходит это для нас сигнальчик о том что что-то происходит не так что-то что-то делаю не так и очень мало тебя там обвешали всего-то каких-то 300 грамм черешин там понимаешь что он потерял так это несчастных там 20-40-30 гривен big deal окей это вообще мелочь хорошо же взяли деньгами хорошо же взяли деньгами а не чем-то другим там здоровьем и что-то еще годами да поэтому всегда благодарны этим людям за то что они напоминают нам и очень быстро напоминаю что пока карма много не накопилось это первое а второе наверняка мы говорим пускай он там дорогой дядя вася пускай это будет вам там вот качестве пожертвы там за мою бабушку вот и называть имя вот бабушка это услышит и энергетика это примет и и в общем-то все будет хорошо и вот констрируйтесь на это хорошие дела то есть вы себя представляете я хороший человек я сделал пожертвования сделала пожертвования и как бы анонимно кстати о анонимно знаете пожертвуется получится когда анонимно но это уже тоже высокое просветление можно быть очень высоко просветленным человеком с очень высоко развитой открытой такой сердечной чакрой его представьте что вы уже почти на таком уровне поскольку если вы делаете получиться бы анонимно сделки пожертвования человеку да не сказали бы тоже пожертвования но как результат он доволен уже доволен да слушай я заработал там лишних 20 гривен а вы будете так эти денежка вот тебе на благотворительность же и все в карме засчитывается вот пожалуй все вот в этом вся такая была премудрость она очень простая просто пользуйтесь осознанно я верю что вам это все поможет сам был я слава дрованцов и академия успеха на позитивной волне вера дом . ком больше информации можно идти на нашем сайте ну и конечно же я должен сказать друзья как всегда любите себя любите своих близких любите всех вокруг и любого вернется вам с тарицей намасте если вам понравилось это видео читать что полезно поставьте там как бы лайк поставьте лайк и передайте другому пожалуйста намасте